Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли... Как ты относишься к родовым программам? Вот сегодня спрашивают люди насчёт рода, родовое наследие. Дар рода, что делать с этим даром, как он передаёт дары рода, да, и хотят же... Поддержка рода. Поддержка рода. И хотят же, чтобы дары рода, это же принять дар рода. чтобы что-то доставаться. Да, точно. Я сегодня читала, человек говорит, ну, мне же на халяву пришло, ну, как же я могу от этого отказаться? Это же так классно, это же счастье. Это же по роду передается, это красное знамя. А на самом деле? А на самом деле, что по роду передается? Вот из практического опыта. Проблемы. Все проблемы по роду. Болезни. Даже то, что считается магическими способностями, то, чем люди мечтают. Да. Это такая же проблема, и это такая же болезнь. Это такое же психическое расстройство. Да. То есть, когда смотришь на это, как это выглядит в психике, ты понимаешь, это повреждение, это поломка, передающаяся из поколения в поколение. Да, и вместо того, чтобы очищать рот, ведь для этого... Передают, чтобы... И передают, чтобы... Удали, ну, хотя бы ты сделай это. Осознай, вынеси мусор. А этот, которому передают, он с гордостью передает свои все дела. У нас в роду болезни по венам. Неси, ребеночек мой. А у нас суставы. А уца там суставы, да. А вот если соединить вены и суставы... Неси, детка. Вот. И еще и добавят, вот тебе не повезло. У нас в роду вот такая-то проблема. Скажи. Да. Так самое интересное, что люди даже и не задумываются на эту тему. Вот там недавно рассказывает близкий, знакомый. Делал операцию на вены. И он... Так это ж у нас в роду, у всех вены. О чем я говорю? Я просто прифигела, говорю. А вот так, чтобы народ не кивать, разобраться с собой, а найти причину. Ну, кто ж искать будет. Это ж все тяжело. Это ж надо задуматься. Да и это ж надо сказать себе, стоп. А тут же ты возвращаешься в семью, в быт, в отношения. Пошло, пошло, пошло. А там у жены свои проблемы, у детей свои проблемы. И понеслось. И все, человек проблема, проблема, проблема. И тогда у него вся жизнь одна сплошная проблема. У него жизнь не в радость, не в счастье, а проблема. И первопричина этой проблемы – ответственность вынесена на род. Мне из моего рода пришло, ей из ее рода, а нашим детям с наших родов навалили две кучи. И вот так человек не осознает и... И волочет это. И ты знаешь, когда мы начали говорить об этом вслух, это было, наверное, года 4 назад, когда мы открыты, первое же буквально с самого начала инфодайинга мы начали говорить про род и про негативное влияние родовых программ. И ты знаешь, ведь первые наши подкасты, над нами смеялись, говорили, что мы чушь говорим. Что какие там болезни по роду, а вот все эти возможности, знания, магические способности, экстрасенсорные способности и так далее, таланты, все ищут в роду талант зарытый. Это все по роду. И тогда нас критиковали очень сильно, что мы чушь говорим. А на самом деле прошло время и становится очевидно, что из рода, даже если это талант, даже если это талант, это твой собственный талант, который ты занимался одним и тем же в прошлой жизни, в предыдущей, в текущей, будешь заниматься в следующей. Вот тогда это талант. Но это не по роду, это твое собственное «я». Это ты сам себе передаешь через интерес к чему-то. Тебе не надо это ждать, как талант по роду. Это в тебе уже есть, это твое. А когда мы говорим о генах, то в генах есть практически все, и род через тебя пытается удалить поломки, очиститься для того, чтобы прийти здоровее, свежее, прожить дольше, лучше, качественнее и так далее. То есть ты являешься, проживая вот в этом физическом теле в жизни, ты являешься тем очищающим фильтром рода, на который несется вся та муть, которая есть в роду. И ты как фильтр будешь улавливать все. Вопрос, ты это очистишь, отфильтруешь, или ты как знамя понесешь и передашь дальше, неси. Ну, это ты дырявый фильтр. И тогда эта муть и дальше несется, она несется на следующее поколение, на следующее, на следующее. А если ты еще сам по себе грязнотик, так ты еще и... Добавишь. Добавишь. Потому что чаще всего и бывает. Да, так чаще всего так и бывает. Нету осознаний. И вообще, ты знаешь, я смотрю, что человек к осознанности не стремится. Я сегодня, ну, шла по улице, и меня остановила женщина, здесь соседка, и задала несколько вопросов. Буквально два слова перемолвились. И вот из речи я поняла, что не только у нее, но и у других соседей есть панический страх. И знаешь, на какую тему страх? Что удивительно. Ключевой вопрос, что за секту мы создали, чем мы занимаемся, но при этом они видят результаты, они видят то, что присылают люди благодарности, подарки и так далее, и не могут понять, как и за что, и кто такие, и как такое может быть. И у них идет нестыковка в голове. И при этом панический страх. И я слушала ее. Я в лифте, когда езжу, и бывают соседи, я же вижу. И ты знаешь, я понимаю, идет панический страх. Ну, первое, что прозвучало, что за секту мы создали? Она так и спросила? Да, да, да. Вот вопрос был, что за секта. И я понимаю, ребята, вы находитесь в православии, это самая страшная секта. Какая может быть? То есть, грубо говоря, вы сидите в дерьме, и вы боитесь обосраться. Ну, вот это звучит так. Вы сидите в самых-самых своих страшных сектах. Православие, католицизм, мусульманство. Сколько иогов тут ходит по подъезду. И при этом вы боитесь навалить кучу. Так вы уже в этой куче по уши. Ты уже давно по уши. По уши. И вам говоришь, смотри, куча, очистись, иди помойся. И когда ты говоришь, иди помойся, тебе говорят, что за секта вы составили. И при этом панический страх. Понимаешь, я ловила сегодня у человека, и мне стало даже интересно вот такой момент, думаю, ни хрена себе, вот это да. Мне интересно то, что она задала открыто этот вопрос. Мне это приятно, что бывают и такие люди. Она преодолела себя. Вот я хочу сказать, на самом деле, она ведь преодолела. Это я и хотела сказать, да. Потому что такой прямой вопрос задать, это надо решиться. А это значит, уже был просмотрен интернет, и было понятно, чем мы занимаемся. Интересно очень. И вот точно так же люди в роду, ведь это по подобию идет, в роду точно так же человек не соображает и несет это красное знамя. Смотри, человек боится осознанности, то есть заниматься вот осознанием своей жизни человек не хочет. Не хочет, боится. А не хочет и боится, во-первых, а во-вторых, он уже подсознательно понимает, что окунувшись туда, ему будет больно. И обратно будет, и не будет. И обратно, ну да. И он автоматически отталкивается, у меня проблемы в жизни и хватает, и без осознания, и там вот так делается. Ну хватает проблем, вперед хватает. Ну видишь, здесь ключевое слово автоматически. Да. Автоматически складывается жизненный сценарий. Автоматически мы подкачиваем каждую ночь. Бездумно вообще. Бездумно создаем следующий день. Автоматически. Блин, вот последние наши наработки, когда мы уже видим, как формируется автоматизм на текущий день у человека. То есть, где тот карман, в который поступает информация, которая в дальнейшем будет автоматически обработана мозгом и проявлена, как текущая реальность человека. И чем больше мы входим в психику, тем больше мы понимаем, что везде автоматизм. Везде автоматизм. А вот сказать себе стоп и начать жить иначе, и начать задуматься, и изменить модель поведения, на самом деле это уже далеко не все люди могут в принципе. Во-первых, это требует интеллектуального ресурса. И здесь, я тебе прямо скажу, здесь есть вопросы по поводу интеллектуального ресурса, сегодня в нашем обществе. То есть, даже люди, имеющие высшее образование на сегодня не могут гордиться наличием интеллекта. Согласна, конечно. Потому что зачастую их жизнь продиктована вот этим инстинктивным. Нет, не надо. Я сам. Я смогу. У меня своя система ценностей. Я, я, я. И вот это выталкивание я, это эго. Эго, оно с одной стороны держится на личности человека. Ведь это же личность. Она такая, выталкивающая. А с другой стороны, а что в основе этой личности, если она все вытолкнула из себя? Если она всему сказала нет? А там пустота. А кому первому она говорит нет? Родным, близким начинается. Он плохой, на него ответственность. С мамой поругалась, с папой поругалась, с дядьками, тетками поругалась. Это вот наследство делим. А это там то, а это то. А вы мне все должны. Вот, вот это все. Вот, вот эта личность. Да, осталось, что пусто. А там внутри пустота. Пусто. И зеро. Да, и эта пустота потом аукается, и человек не может понять, что, почему в его жизни так аукается все. Почему он болеет? Почему болеет? Почему проблемы? Почему? Да. Ты знаешь, очень, очень сильно этому способствует коллективное, социум. Приведу пример, банальный. Вот самый простой пример, кстати, даже можно почитать вот эту переписку, которая была два дня назад, вот я тебе пересылала там с мамой, с одной. Все прекрасно. Вот, социум, и сейчас модно, рекламная кампания, возьми любую картинку статичную. Мы едем в Египет, да, и там счастливые, улыбающиеся на побережье, или там Мальдивы, или там красивый пейзаж какой-то. Человеку дается статичная картинка, счастливые лица, чтобы продать товар, надо поместить туда счастливую картинку, и кажется, что ты будешь видеть эту картинку, и будешь этот видеть товар. Как я недавно увидела щетку для мойки окон с двух сторон, да, такую классную, которая, робот, который сам моет окна, и вот статичная такая картинка, классно, окна будут вымыты. Подождите, вы мне вместе с этой щеткой китаянку продаете? Китаянку, да, это, да. Понимаешь? Потому что динамика за китаянкой, а не за щеткой. А щетка – это статика. И вот все, что касается статики, вот это статичная картинка. Я там иду, я построю дом. Вот пример мамы, с которой переписывались. Я построю дом, я буду заниматься домашним хозяйством. Все. Это же так круто. А это статика. А сознание не терпит статики. Ему надо динамика, ему надо движение. А ты уже здесь и сейчас обрезала статикой. И тогда сознание говорит, подожди, а чем мы дальше будем заниматься? Ты не хочешь реализовываться? Ты не хочешь двигаться? Тогда кладбище. А других вариантов нет. Равносильно тому, что если непонятно на образе человека, вот муравей собрал свои три песчинки, построил свой домик, залез в эти три песчинки и лежит там. Все. И тогда соседние муравьи, вот его род, либо они растребушат этот домик и заставят его двигаться, либо сознание, которое более высокого порядка, должно этому муравью пнуть в задницу. Наступить. Наступить на него. Чвяк, и будет двигаться другой муравей. Вот он, инкарнационный цикл. А по-другому не будет. Все равно ты будешь двигаться. Сознанию надо динамика. И поэтому, когда впаривают статичные картинки, и человек цепляется за них своими мозгами, то кто на эти статичные картинки будет работать, чтобы создать динамику? Ближайшие родственники. Они тебе создадут динамику. Но ты при этом будешь болеть. Боль-то надо будет. Тебе же как муравью в задницу пнуть, чтобы ты подвинулся. И будут вокруг тебя плясать родственники, которые будут говорить, давай, давай, ты сможешь. Вот они, тяжелые недуги. Блин, это так просто. Очевидно. Это очевидно. Просто очевидно настолько. Я когда вот на эти вещи все смотрю, понимаю, вот и роль рода. Он, с одной стороны, тебя подтягивает, чтобы ты развивался, но это не за счет даров, не за счет, а за счет того, что он тебе, за тобой где-то ухаживает, где-то тебя тырит, где-то тебя заставляет, где-то причиняет тебе боль. Ну, то есть он тебя двигает, как бы заставляет двигаться. Да, это отношение. Да, да. Жить, на самом деле, заставляет жить. Заставляет жить. Потому что статичная картинка, она безжизненна. Да, она мертвая. Там нет жизни, она мертвая. Вот так же, как и эта мама. Дом построила, и дальше что? А дальше кладбище. Да, но ты вот просто логично, мама, подумай, да. Ты останавливаешь свою жизнь. То есть все, ты замыкаешься в этом доме, и развития нет. А где интерес? О каком, можно сказать, твоем росте здесь, да, об интересе? Как она написала, что это ее реализация. Где тут реализация? Ее нет. Все, реализация и будет болезни. Вперед на кладбище. Все, полностью разворот. Болеем, страдаем. И родственники вокруг тебя бегают. И потом сюда же по этому дому будет ходить другой муравей. Да, да, да. В других бикини и будет обслуживать своего мужа. Это так очевидно. Просто очевидно. Зачем соглашаться, как ты говоришь, со статикой, если интересно движение, интересное, даже слово вот уже интересно, движение уже интересно. Интересно идти в своей жизни. Смотри, сознанию не просто интересно движение. Сознание не может остановиться. Оно не может. Оно вот на этом момент образует вот цикличную, циклическую ошибку. Вот этот карман времени. Но это очень ограниченный карман времени. Когда оно зациклилось, прошло там по золотому сечению, по спиральке, и оно потом вышло из этого кармана. Все. То есть ты можешь удержать течение сознания на какое-то время. На очень узкий промежуток времени. На короткий. Да. И все. И оно уйдет. Это период, пока ты будешь болеть перед своей смертью. Так а как образуются, вот, кстати, вихри, воронки, как они образуются? Когда поток упирается во что-то. Во что-то. Уперся, и начинается завихрение. И пошло. Все. Пошел слив. Вот. Как только остановилась, начинается вот эта вороночка. Вот оно. И все. И слив. И слив. Все. А если ты в потоке движешься, в интересе, и у тебя нет, ты не ставишь сам себе вот этих преград. Точно то же самое кармические на самом деле отношения, это то же самое вот эта остановочка, когда не осознают, и начинает образовываться вороночка, которая сливает. Либо же сжатие, так когда сжимает, 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 сжимает. И здесь очень быстрый поток сознания образуется, и в какой-то момент возникает очень сильное напряжение. И потом, если вот это все расслабить, человек, и у него ясность сознания и так далее. Кстати, тоже мы использовали эти приемы при работе с человеком, который очень усердно бежит, бежит, бежит. Он бежит от болезни, он все никак от нее выбежать не может, но в какой-то момент его надо так сильно сжать, чтобы потом момент расслабления он так и тогда ясность сознания. О, блин, так жизнь же прекрасна. И не надо никуда бежать. Можно просто кайфовать. Вот эти моменты. Вау! Но, а кто сжимает? А сжимают близкие люди, а сжимают родственники, а сжимают семья. Они почему зажимают? Они ведь тоже зажимают, потому что это твой запрос. Да, это твой запрос. Это твой от подсознания запрос. И они его выполняют. И у бегущих, и у стоящих. Да. Это крайности, когда ты либо бежишь, либо ты стоишь. Это крайности. А поток сознания, он идет равномерно, он силовой. Но ты в том и в той крайности убежал от силы. И именно род, именно близкое окружение, друзья, знакомые, коллеги на работе, социум, коллективный, оно помогает нам двигаться вот в этом ключе. И поэтому, я сколько осознавала аскезу, когда люди уходили в аскезу, они уходили в деградацию. Конечно. Других вариантов нет. И можно это назвать духовным развитием, но от себя ты не сбежишь. Это бездуховное развитие. Это остановка, да. Это остановка. Это попытка справиться со своим эго через его либо уничтожение, либо его раздувание, через уход от общения. Но это приводило к деградации. Однозначно. Аскеза, она может быть на пользу только временная. Когда, если ты, допустим, на короткий какой-то промежуток, тебе надо вот просто... И при этом ты осознаешь, для чего. Ну, это для того, чтобы выйти из эмоциональных качелей, когда у тебя психоз. А если ты остаешься в этом состоянии постоянно, мало того, тебе еще тут это... Социум начинает аплодировать за это, да? Выход из психоза и духовное развитие это совершенно разные вещи на самом деле. Но аскеза, может быть, как выход из психоза, не просто так даже иногда человек изолирует от общества, для того, чтобы он побыл, посидел, подумал. Болезнь это тоже, кстати, такая же... Полежи, подумай. Полежи, подумай. На самом деле, это все из одной... Это вариант самоизоляции, чтобы подумать немножко. Но в то же самое время, то, что касается аскезы, как образа духовного развития... Да, это деградация. Это деградация. И мы можем эту деградацию наблюдать у тех же самых йогов, которые в высокогорьях там сидят, и на них... О, он такой йог, посмотри. Измученное, истощенное тело. Где его счастье? Где его счастье? Где его духовное развитие? Где духовный рост? О чем вы говорите? Да. Где его счастье физического тела? Или, сказать, жизни? Где горящие глаза? То есть, он получается, он на одной ступени, и он на ней заваливается, и заваливается, и цепко держится худенькими ручечками. Держивается. Мерила, действительно, духовного развития – это счастье. Счастье. И заметь, ни деньги не дают счастья. Наоборот, деньги утягощают путь к счастью зачастую. В каком плане? Когда ты чего-то хочешь, и ты не можешь это купить, ты к этому стремишься, у тебя появляется мотивация действовать. И зачастую это разжигает интерес. Ну, как разжигает, положит дрова в огонь, и огонь на какое-то время вспыхивает. А когда у тебя много денег, ты можешь купить все, то ты теряешь интерес к этому всему. Ты можешь купить все, и тогда остается только твой истинный интерес внутренний. И зачастую оказывается, что его-то нету, и там пустота. И вот тогда страшно. И вот тогда страшно. И тогда получается... Это и есть тогда. Да, действительно, одиночество. Тогда это единочество, тогда это и попытки найти интерес и через наркотики, и через что хочешь. И ты понимаешь, что это, наверное, самый сложный путь жизненный, который можно только выбрать. И надо иметь невероятную внутреннюю силу для того, чтобы выйти из этих состояний. Это реально очень страшное состояние. Поэтому людям, которые не имеют денег, им значительно легче. Кстати, они просто так говорили, что типа богатым тяжело в рай попасть. Вот в эти состояния счастья не имелось в виду, что к Богу богатые не приходят. Не об этом речь шла. На самом деле, когда ты уже ничего не хочешь в этой жизни, потому что ты все можешь купить, это страшное момент. То начинает перекос становиться. Перекос идет. На самом деле идет перекос, и что мы, в принципе, и наблюдаем. Да. В мире, в жизни. И тогда, видишь, на этом перекосе, мы можем это сейчас наблюдать по России очень четко. Мы на этом перекосе видим, что для того, чтобы просто жить, для того, чтобы просто найти, надо создать тупую игру, выбрать из 11 уже имеющихся и тупо завалиться в деградацию. Да. Это настолько сейчас очевидно вот просто на ладони. На ладони, да. Очевидно. На ладони. И заметь, олигархат одной страны и олигархат другой страны. Другой страны. И еще и третьей страны. И четвертой. И кто играет в деградацию? Капец. Это все от этого? А это все от того, что нет, нет истинного интереса внутри. Это полная деградация внутри. Это полная обвал. Остановка. Полная остановка. С обвалом. Да, с обвалом однозначно. Вот про какой эшафот мы все время с тобой говорим. Да. Это об этом. Да, да, да. А потом за это будет вынесено самому себе наказание и потом отработка. Все обрушение. Все. Сейчас просто уже встали на эти качели и шафота. Но это все, кстати, удивительно это все наблюдать вот так со стороны, за людьми. на самом деле, когда ты какое-то время смотришь на человека, на его поведенческие реакции, ты очень много можешь ему сказать потому как на что ему обратить внимание для того, чтобы просто вернуться к счастью. Но ты знаешь, ему это не надо. Он не услышит, во-первых. Так ему это не надо. Ну, да. Потому что когда ему надо, он тебя найдет и сам спросит. В том-то и дело. А так ему это не надо. Поэтому ты просто зачастую смотришь на человека и понимаешь, ну да. Такая игра. Знаешь, так смотришь на человека и понимаешь, выход очевиден, да? А ты видишь, как человек этот выход не видит. Мало того, он его даже и видит, если он его обходит всеми возможными путями для того, чтобы упереться четко в какую-нибудь стену. Ты знаешь... Преграду. Боясь выхода. Я когда вот несколько раз как раз стояла на границе и наблюдала за работой пограничников, таможенников, там и наших, и не наших, много мыслей было в голове. Вот именно наблюдая за человеком, как за муравьем, да, что он будет делать, что у него внутри, какие реакции у него, как он с людьми себя ведет, как он там реагирует, например, на детские вещи или еще что-то на такие, на человеческие ценности, да. Я заметила одну штуку такую интересную в людях. Люди ориентируются на инстинкты, а на инстинктах они всегда выбирают худший вариант. И они выбирают всегда вариант проигрышный для себя. Причем этот вариант проигрышный, он может быть либо с точки зрения денег, либо с точки зрения кармы, либо с точки зрения самонаказания, да неважно, какой механизм будет запущен, но в любом случае то, что идет на инстинкте, то идет в дальнейшем в худший вариант. А инстинкты у нас все привязаны к животным реакциям, а животные реакции у нас все привязаны к низким состояниям, как ни парадоксально. Сработала зависть, сработала гордыня, сработала агрессия, сработало желание там давлеять над другим. И все, и тут же так бах, и тут же крылом сам себя и хлопнул, и сам себя наказал. И я вот сколько этих вещей видела, а потом эпогеем, я все не могла это положить в слова, а потом эпогеем стал момент, когда я приглашала землемеров, и на инстинкте ржаться, сосед не пустил их мерить территорию, и попал, и попал на деньги. Он попал не только на то, что теперь сам будет оплачивать их работу, так еще будет устранять все за свой собственный счет, а так к нему бы не было финансовых претензий. И я тогда еще смотрела, думаю, вот как классно инстинкт сжаться, закрыться, и тут же тудухой на деньги человека поставил. Вот буквально. Ты знаешь, инстинкт, вот инстинкт именно, да, можно соединить, или сказать, на равных поставить со смирением, на самом деле. Это такая же, абсолютно такая же автоматическая реакция. Смирение – это отказ. Это инстинктивная реакция отказа. Инстинкт – то же самое. Инстинкт – то же самое. Ты отказываешься от себя. Ну, только разная, да. А то же самое, ты отказываешься, ты на инстинкте. А на инстинкте что? Это значит, вот та же опять-таки воронка. Это значит, ты и пошел вниз. И пошел вниз. Ты смирился, ты согласился и пошел вниз. Это инстинкт. А там это уже будет замереть, сжаться, убежать и так далее. Уже не имеет значения. Да, да. Это реакция животного уровня. Ты не бог. Ты не бог. Ты тут же вынес ответственность. Когда у тебя работает инстинктивная реакция, ты вынес ответственность на кого-то. И поэтому, когда... Вот интересный вопрос был задан. Таблица Коткова применима ли к состояниям парасомномбулическим или состояниям инфодайвинга? Состояние инфодайвинга – это парасомномбулические состояния, да. Но мы, как первооткрыватели, их имеем право назвать, как хотим. Как хотим. Мы назвали их инфодайвингом, погружением за информацией. Так вот, таблица Коткова к состояниям инфодайвинга неприменима. Таблица Коткова заканчивается на гипнозе, на реакциях животного порядка. Когда мы говорим о парасомномбулических состояниях, животное не может пребывать в парасомномбулизме. В парасомномбулизме может пребывать только сознание более высокого порядка. Это сознание человека, обладающего речью. Да, только человек. И самое интересное, что вход в парасомномбулизм и обеспечивает речь, когда ты в состоянии погружения проговариваешь те запросы, с которыми ты идешь. Если ты не проговариваешь, то ты засыпаешь. Все. Ключ – речь. Только да. Именно то, что не дает тебе заснуть. То, что не дает тебе заснуть. И получается, все, что касается инстинктов, остается позади. А парасомномбулизме в инфодайинге – это другой уровень развития сознания. Это только человек. Животам эти состояния недоступны. Как бы парадоксально это не было. Ну да, согласна. На самом деле, то же самое и родовая программа, но то же самое и кармические. Да. Абсолютно то же самое. Когда люди говорят… Ты знаешь, вот сейчас, в последнее время, четко осознаю кармические вот эти все отношения, когда люди говорят, ну, мы кармически связаны друг с другом, нам надо отработать. Кто-то говорит так, а кто-то говорит… Поэтому я живу и мучаюсь. А кто-то, кстати, очень часто говорят о том, что пара, вообще даже так принято, что пара должна соединиться, они должны быть разные для того, чтобы находить, то есть соединяться, то есть один там учится этому, а второй учится. Так вот, это все кармические, это все кармические, это все проблемы, это все программы, проблемы и опять-таки болезни. На самом деле, я все больше и больше теперь осознаю, что отношения, в отношениях люди, самые красивые отношения встречаются, когда люди абсолютно одинаковые. Абсолютные, без всяких притирок, то есть я имею в виду, без всяких, может, какие-то маленькие. Тогда у них общий интерес, у них нет, что отрабатывать друг с другом, за что драться, понимаешь? А вот две целостные единицы встретились, целостные, и вот это действительно, действительно то, что назови чистым вариантом любви и роста. Вот это. Здесь нет тогда и болезни, нет проблем, нет здесь абсолютно сто на сто. Ну, видишь, целостную единицу сейчас найти в обществе практически нереально сложно. Ну, конечно. Конечно. Люди все равно. Религия сыграла свою роль, она вынесла Бога из человека. Все, дальше какую часть человека заполнила пустота, целиком или частично. Все. Но все равно полупустые ходят, полукривые. Ну, это факт, который сегодня есть. Это роль религии и то общество, которое откажется быстро от религии. Я смотрю, сейчас Украина в эту сторону делает шаги, и это радует. И она действительно открыла всю ту плаку, которая творится в религии. Да, я не понимаю. Сейчас по новостям там просто это ящик Пандоры взяли, вздернули и открыли сейчас. Вопрос, с какой целью они открыли и не заменят ли они этот ящик другим ящикам. Это же тоже может быть. Но то, что они его сейчас открыли и показали обществу голый зад, они это сделали. Ну, перед этим, в принципе, они религиозные деятели и сами срамно снимали штаны и показывали часики. Но это другая часть марклезонского балета. Но на самом деле уже пора увидеть религию во всей красе. Как цирк, ограничивающий сознание. Пора. А, уже просто пора открыть глазки и увидеть этот театр и увидеть, что король голый. Да, 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 да. Причем не просто голый, а предающий. Предающий. Предающий общество. Предающий. Анафемия, блин. Потому что в основе, в основе игры лежит предательство. Там в основе игры лежит предательство. Так, а что, с чего там все и началось? С чего все и началось? С распятия. Конечно. И эта игра, она по-другому не может. И тот, кто первый осознает, тот, кто первый это увидит, поймет, сбросит это, просто откроет возможность другой игры. Да. Это факт, который есть уже, который уже очевиден, на мой взгляд. Он настолько очевиден, что уже ходишь, ржешь, да, и кажется, люди, ну, снимите вы рюзовочки. Вы уже совсем глазки, ну, откройте. Ну, смотри, помнишь, мы ржали по поводу ковида? Да. Ну, а нас тухлыми помидорами закидывали и говорили, что ай-яй-яй, для вас это психоз, а на самом деле люди умирают, а там статистика неверная, там то, там то. Самое-самое умное государство было, это Беларусь, где были самые адекватные меры. И все было на самом адекватном уровне. А дальше все шло. Психоз прошел, и теперь стало очевидно. Умерли не от чумы, а от страха перед чумой. Но это все отдельные, отдельные темы, большие темы. Большие темы, серьезные темы. Ты знаешь, а если вернуться к тому, что в паре, когда целостная пара, смотри, кто нам обеспечивает силовую часть жизни. Ведь когда мы в жизни живем вот так ежедневно, для того, чтобы войти вот в это силовое состояние, которое мы давали на последнем курсе, кстати, благодарности поприсылали люди невероятные и за последние наши подкасты, и за это все. не успеваю я все это размещать. Да и, наверное, не надо так много. Смотри, чтобы войти вот в эти силовые состояния, когда ты осознаешь свои архетипы, черную и белую, когда ты осознаешь дракона, именно силовую часть, нам надо пребывать в состоянии равновесного спокойствия. вот это равновесное спокойствие невозможно без спутника жизни в балансе. В балансе. Парадокс. Вот в том-то и тело. Точно так же, как невозможно в инфодайвинге продвинуться в глубины психики не в паре. Одному ты никогда не продвинешься, ты вылетишь в надсознание в иллюзии. Или уйдешь в хронике Акаши, или еще куда-нибудь будешь играться в какие-нибудь куличи. И религию потом вскочишь. Потом в религию вскочишь, еще куда-нибудь вскочишь. Неважно. Но ты не пройдешь надсознание, если ты не в паре. Точно так же ты не пройдешь жизнь в равновесии и балансе, если ты не в паре. И парадокс в глубины психики классно идти в паре. В однополой женщина с женщиной, я имею в виду. А мужчине тогда уже лучше с женщиной. А в жизни пара разная, мужчина с женщиной. И вот этот баланс нам дает вот эту силу, спокойную силу, жизненную силу в жизни дают нам спутники. Как это парадоксально не звучит. Первый, кому мы даем тренделей, это наши спутники. И в то же самое время именно благодаря им обеспечивается вот это базовое состояние спокойствия, равновесия, которое необходимо для силовой составляющей. Это все про целостность на самом деле. Так вот смотри, оно пара-пара всегда только в паре можно двигаться, можно развиваться. вот возьми и точно так же в психике и точно так же в жизни. Закон парадокса. Парадокса не будет. То есть, если клетка одна и не делится, ничего не будет. Клетка должна разделиться. Иначе не будет движения. Если нет разделения я, не я, нет игры у сознания. Не будет, да, игры. Тогда нету переотражения, игра закончена, все, интерес пропал, все затухло, жизнь остановилась. Движение начинается с пары. Все, куда двигаемся, товарищи? Или, знаешь, деление и одна темная, вторая там полутемная. Как это? Как это? Калека калеку тянет? Нет, как это? Битый не битого везет. То это, блин. Вот это, кстати, когда битый не битого везет, это вот родовые программы, кармические узлы. Это вот тянет, муравей тянет, сам тут хромоножка тянет без жаловушки. Да. Это на самом деле так. И все, что касается проработки рода, получается, что именно в инфодайинге мы даем психотехническую базу самую адаптивную, когда ты и начинаешь соображать. Соображать, вот. Что ты берешь из рода, зачем ты берешь. Суть в этом именно. Суть не отказаться, бросить и убежать. Это инстинкт, это ты все равно животным останешься. Однозначно. Здесь именно суть, вот то, что мы и даем. Осознать вот это, что это за процесс, зачем, для чего и стать на свою дорожку. Стать на свою дорожку и дать возможность развиваться и роду, и всем. И обществу. И это так интересно. Но это труд, это и есть свое общество. Тогда ты просто своему, когда вот осознаешь все эти вещи, да, глубины, то ты просто своих детей уже, своему ребенку, ты не будешь грузить на плечи этот хлам и тяни, мой хороший. Мы тянули, отцы наши тянули, и вы потянете. Нет, ты дашь счастье, покажешь, откроешь, распахнешь двери, когда мира, жизни, и вот просто смотри, сколько здесь всего интересного. Жизнь кайфовая, кайфовая. Она красивая, не тянетая, как мурашка, этот непонятный камень на себе, просто вот. Но при этом, видишь, первая животная реакция, я откажусь от рода, нет, нет, я откажусь от него. Если дары рода брать нельзя, я откажусь. Значит, откажешься? Нет. Нифига. Я помню, как я выстраивала отношения со своими родственниками. Ты не откажешься, ты просто не сможешь. Ты не сможешь, да. Ты выстраиваешь отношения, ты разбираешь, разгребаешь, ты выводишь все в благодарность, ты осознаешь, ты продолжаешь общение, и тогда ты имеешь красивый род, красивое отношение, красивых, красивых, красивых. И твои дети видят красивый род, и они растут в красивом роду. Но этот род, вот он выстроен на любви и благодарности. Выздоравливает. И тогда этот род поправляется весь. Становится здоровым. Да. Вот он весь здоровый. Да. Вот. А иначе он болеет и отмирает. То, что на курсах, мы и показываем. Именно это, как роду выздороветь. Блин. Осознаю даже сейчас. Потому что иначе род просто болеет и отмирает, и уходит. Как засыхающее русло реки-то. Ну, или ветка дерева, которая сама себя выпиливает. И все. И тогда в ней появляются наркотики, алкоголь, еще что-то. Бездетность. И понеслось, понеслось, понеслось. Дерево и закрыт. И дерево погибло. Да. Потому что не было осознанного подхода, понимания. Был автоматизм. И он пока остается. Вот этот. Пока остаются автоматически все реакции. Все вот эти инстинктивные. Пока человек не позволит себе быть человеком, перестать быть животным, а стать человеком. Пока этого не произойдет, это будет деградат. Мы валимся. Мы натурально, товарищи, уходим в воронку. Натурально. Мы уходим в воронку, и земля это показывает. Да. Показывает своей вулканической активностью, своей погодной активностью. Да. Своими катаклизмами. Она все показывает, что ребята, ребята, ребята. Не туда двигаемся. Ну, где-то туда, а где-то не туда. Ну, да, естественно. На сегодняшний день не радует Беларусь. Вот как бы там ни крутилось, а он не радует наша страна. Вот каждый раз я утром просыпаюсь, а у меня солнце спит. Я очень люблю Беларусь. Я очень люблю Беларусь. Пока разум будет здесь. И будет здесь. И свет будет отсюда. Потому что мы здесь. Там, где мы, там солнце. Там, где мы, там солнце. А на самом деле, там, где мы, там и солнце. Да. И каждый раз, когда мы уезжаем, приходит туча, мы возвращаемся, приходит солнце. Поэтому нельзя нас... Поэтому уже окружающие ржут.